Пачка пельменей, дрова и билеты в аквапарк. Это довольно необычный перечень варианты того, что получают семьи российских солдат в качестве компенсации за их гибель в Украине. Впрочем, некоторым не достается и этого, утверждают эксперты. Далее в эфире о самых странных подарках российских чиновникам, семьям погибших мобилизованных. Это могло быть счастливое семейное фото жителей российской Тувы, родины министра обороны Сергея Шойгу. Однако на снимке вместо одного из сыновей пачка пельменей. Имя местной власти компенсировали Валентине Андар утрату погибшего в Украине отпрыска. Мужчина не вернулся из Лисичанска. В рамках акции «Лепи добро Валентине» и другим матерям выдали гуманитарную помощь. На войне находится и второй сын женщины. В той же Туве на республиканском уровне объявили о выделении семьи мобилизованных по барану. А еще пообещали овощи и муку. У муниципалитетов есть поголовье мелкого рогатого скота, полученного от участников губернаторского проекта. Договорились, что передадим по одной голове семье мобилизованного. Повторюсь, это наши первоочередные меры поддержки. Проанализируем. Возможно, понадобится систематизация помощи. Не менее странным подарком стали дрова. Чиновники похвалились непрекращающейся поддержкой семей мобилизованных мужчин. Благодарим за оперативную работу специалистов Кизыльского лесничества, за оказанную поддержку семье погибшего в виде дровяной древесины. А вот в Курской области на уровне одной из местных администраций решили поздравить матерей, ликвидированных Украиной захватчиков с Днем Матери. Глава Леговского района Сергей Коростылев лично ездил по домам погибших, чтобы торжественно вручить открытки и наборы полотенец. На снимках родственницы выглядят весьма удовлетворенными. Не отставали и власти в Татарстане. Местным матерям в этот день передали продуктовые пайки, в состав которых ходили крупы, чай и конфеты. Больше других достается детям погибших на войне кадыровцев. По инициативе дочери Рамзана Кадырова им подарили игровые приставки, велосипеды, детские игрушки и сладости. В Иркутской области тем временем решили делать более символичные подарки и организовали вручение медалей. В зоны специальной военной операции на Украине не вернулись шесть братских ребят. По инициативе областного совета женщин их отважным мамам вручили общественную медаль матери-защитника Отечества. Бар Благовещенска пошел еще дальше и вручил младшему брату погибшего оккупанта билеты в местный аквапарк. Стоимость такого подарка 1700 рублей. Настоящий скандал недавно спровоцировал инцидент со вдовами и матерями из так называемой ДНР. На кадрах женщины радостно благодарят путинский режим за 21 меховую шубу. Сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое от чистого сердца вам. В кратчайшие сроки выяснилось, что ролик постановочный. Шубы женщинам вскоре пришлось вернуть. Выплаты так называемых гробовых Владимир Путин анонсировал еще в начале полномасштабного вторжения. За каждого погибшего российский диктатор пообещал родственникам 15 миллионов рублей. На деле вместо денег пельмени, дрова и шубы с возвратом. Спасибо.